Вальпургиева ночь или ведьмин костер или ночь ведьм. Традиционный праздник весны и плодородия с 30 апреля на 1 мая. Во многих европейских странах сегодня он отмечается как веселый фестиваль. С Вальпургиевой ночью издавна связано множество обрядов и примет. Практически у каждого народа ночь с 30 апреля на 1 мая отмечена праздником. У мусульман, например, отмечают Лейлят Аль Кадр – ночь, вершение судьбы. Когда принято загадывать желание, обращаясь к высшим силам, в славянском языке традиции его назвали «Живен день». Он был посвящен Живи – богине жизни, весны, плодородия и возрождения всего живого. В этот день наши предки задабривали богов и просили у них добрый урожай и здоровое потомство. Издревле считалось, что это мистическое время обретания новых знаний, совершения ритуалов на исполнение желаний, что именно в это время открываются границы миров и появляется шанс заглянуть в будущее. Поэтому наши предки особенно внимательно относились к снам. В эту ночь они считались вещами. Также, согласно легендами, именно в эту ночь собираются на шабаш ведьмы. Ритуалы на Вальпургиеву ночь Вальпургиева ночь считаются мистическим временем, когда грань между мирами становится особенно тонкой. Именно поэтому, согласно поверьям, ведьмы в эту ночь устраивали свой шабаш. Они садились на мётлы и летали на вершину высокой горы, где проводили время в диких пирах, плясках и разврате. Чтобы уберечься от нечистой силы, селяне совершали специальные обряды, сжигали чучело ведьмы и обходили ночью деревню с факелами. Жгли костры, огонь который должен был отогнать ведьм от человеческого жилья. Также в эту ночь было принято сыпать у порога песок или траву. Считалось, что нечисть не сможет войти в дом, пока не пересчитает все песчинки или травинки. Кстати, все растения в это время наделялись особыми магическими свойствами. Поэтому именно в эту ночь травницы и знахарки отправляли их собирать. Сохранить женскую красоту и молодость, согласно поверьям, можно было умывшись 1 мая утренней росой. А для укрепления здоровья и скорейшего зачатия ребенка, женщинам рекомендовалось на рассвете выпить воды из колодца. Что запрещено делать на Вальпургиеву ночь? Нельзя приносить в дом сирень, особенно где есть больной человек. Считается, что сирень дурманит больного запахом и зовет в другой мир. Осторожность нужно соблюдать в словах и поступках. Считать, что поминание нечисти, бронящие слова, активная жестикуляция, раздражительность и агрессия также делают человека игрушкой в руках злых сил. Нельзя надевать в эту ночь наряд, который был на вас во время какого-то конфликта или происшествия. Считается, что такая одежда сохраняет отрицательную энергию, привлекающую духов. Также стоит исключить черный цвет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова